Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком. Традиционный день. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа, как вы знаете, о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. И ведут её сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина. И гостья у нас сегодня в студии, но по скайпу. Очень интересный человек. Мы давно её ждали. Это Диана Занде. Психолог и психотерапевт очень известный. Доктор психологических наук. И мы сегодня будем с ней говорить о самых важных в жизни вещах. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо нас слышите? Да, прекрасно слышу, прекрасно вижу. Такое хорошее ощущение. Ну, почти чувствую рядом с вами. Ну вот, да. Будем близко. Несмотря на то, что между нами расстояние. Диана уже была гостем нашей программы несколько лет назад. И мы ей благодарны за поддержку, когда только программа начиналась. Она была нашим экспертом и консультантом. Вообще, Диана много сотрудничает с различными благотворительными проектами. Она не случайный гость. И об этом мы будем обязательно говорить. И сегодня она помогает нам помогать очень хорошему, доброму, тёплому, светлому человеку, который попал в беду. Мы лично знаем эту женщину. Это Эльвира Эрлецка. Она известный в Латвии продюсер. Её знают очень многие наши знакомые в журналистском сообществе, потому что она участвовала в очень многих интересных культурных проектах. И сейчас она от безвыходности обратилась в благотворительный фонд. Это впервые. Сегодня мы опубликовали информацию на сайте MixNewsLV в рубрике «Зелёная лампа». Она впервые призналась, что у неё тяжёлый диагноз – онкология. И сейчас такая ситуация, что ей очень нужна материальная помощь для оплаты лечения в Израиле. Потому что латвийские врачи, в общем-то, поставили крестик на дальнейшем лечении. Делали всё, что могли, и, в принципе, здесь лечение больше невозможно. Всё, что положено по протоколу в Латвии, оно исчерпано. Дальше врачи ничего не могут предложить. И в Израиле есть возможность, чтобы Эльвира попала в исследовательский экспериментальный проект. Это очень хороший шанс. И для начала нужно на этот комплекс исследований, чтобы сделать детальную консультацию, ещё раз перепроверить, потому что там совершенно другой протокол, нужно 21 620 долларов США. И это, в общем-то, сейчас вопрос шансов на жизнь для человека. Да, реально. Мы ещё чуть позже расскажем подробнее про Эльвиру. И многие, вот те, кто сейчас услышит, многие её знают, потому что она действительно известна в Латвии. И напоминаем, что телефон зелёной лампы 9306384 евро 42 цента за звоночек всю неделю до следующего вторника, до 22 декабря, будет работать в помощь Эльвире Эрлецкой. Мы постараемся дать ей этот шанс. Очень хочется помочь этому хорошему человеку. Напоминаем, что сегодня наша гостья Диана Занде. Мы уже сказали, что она психолог и психотерапевт. Но вот интересный фактор Дианы. Тоже, наверное, многие знают и помнят её. Диана – актриса. Она снималась в нескольких фильмах, в том числе в знаменитом фильме «Яниса Стрэйча. Лимузин цвета белой ночи». Фильм, вошедший в латвийский культурный канон. И сыграла там Ласму, студентку медицины. А также в фильме «Проделки сорванца» в сказке снималась Вия Артмана вместе и Улдасом Думпе. Диана, давайте вот с этого и начнём. Вспомним немножко эти моменты. Почему вы всё-таки не продолжили свою актёрскую карьеру? Почему такое решение приняли? Понимаете, я родилась в семье художников. Мой отец был знаменитый кинорежиссёр Леонид Лейманис. И моя мама тоже работала. Она была режиссёром и на телевидении, и на радио, и потом на киностудии. Они никогда не были вместе, как супружеская пара. Но я от них, я думала, я получила очень многих талантов, очень-очень разные таланты. И я как будто даже не думала, что я могу вообще делать что-то другое, нежели быть в искусстве. И, наверное, вот этот талант у меня был. И я попала и в кино, и потом закончила театральный факультет. У меня был красный диплом, то есть, ну, с отличием. Но, знаете, вот мне удалась эта работа. Но я её не так, наверное, любила. Не просто получалось, да, но я никогда не говорила о театре вечерами. Я никогда не искала вот эти разговоры. Это не для меня было. И, наверное, я искала что-то такое, что мне будет больше по душе. И уже где-то 10 лет перед тем, как я начала на самом деле уже учиться в университете на психолога, я уже думала о перемене профессии. И теперь, когда я уже, ну, доктор наук, 6 лет будет в феврале, я всё время ещё, я знаю, что я нашла правильный путь для себя, что я делаю дело, чем я горю, что я на самом деле счастливая. А почему именно психология? Почему именно психотерапевт? Как вас свернуло на эту дорожку? Вы знаете, вот это очень даже оригинальное детство и семья, и, наверное, не только радостные события, но и очень грустные события, через которые я должна была пройти, меня очень рано настроило на других людей. Я очень, как уже маленький ребёнок, очень поняла других людей, очень наблюдала и очень чувствовала, и чувствовала не только радость, но и горе других людей. И я была таким светильчиком, таким, ну, таким маленьким солнышком. Да. И, наверное, и потом прошла через свои личные разные беды. И мне казалось, что если можно выйти сухим из этого болота в какой-то мере, то во мне есть много ресурсов, чтобы помочь другим. Это во-первых. И во-вторых, у меня пятеро детей, и когда они родились, я поняла, какие они разные. То меня на самом деле заинтересовало, а почему они такие разные? Как вообще человек растёт? Как он развивается? Какие психологические вещи на него оставляют? Такой, как бы, печать. И я начала учиться. Меня просто интересует человек, наверное. Вот это призвание, наверное. И вы знаете, вы не ошиблись в своём призвании, потому что как только мы поставили анонс на наших страничках в Фейсбуке, на «Зелёной лампе» и на «Микс Ньюз» страничке, что вы будете нашей гостьей, и сразу же пришли люди, которые написали, что Диана Занды, мы её знаем, она очень-очень помогла нам, она очень многим помогла, она там для наших детей сделала очень много. Нам так приятно было. И сегодня мы будем говорить с вами о важных вещах. Мы надеемся, что и наши радиослушатели скажут, что им повезло сегодня вас послушать. Диана, вот вы специалист в области кризисной интервенции. Такой термин. Это как бы скорая медико-психологическая помощь людям, которые оказались в кризисе, когда вот у человека теряются все ориентиры, уходят почвы из боднок. Вот как наша сегодняшняя героиня. Вот наша героиня Эльвира, когда ей вдруг врачи дали на руки бумагу, в которой написано, что вот всё, хотя она чувствует себя хорошо, она абсолютно жизнерадостный человек, у неё нету там какой-то последней стадии, ну всё, вот всё исчерпано, мы вам ничем больше помочь не можем. У неё были слёзы отчаяния, она просто вот растерялась, у неё опустились руки. А вот вы как психолог, скажите, вот что посоветуете, как человеку мыслить в такой ситуации правильно? Во-первых, мы все знаем ситуации кризиса, острого кризиса, когда мы теряем всё под ногами, просто всё теряется. И это ощущение, что я вообще ничего не понимаю, оно ужасное, в принципе. Мы каждый знаем это. И тут человек потеряет чувство контроля, нет никакого контроля, и он теряется. И тогда обычно вот телефон кризиса, на что он работает? Во-первых, очень даёт эту опору от баллс. Поддержку. Поддержку, да, психологическая поддержка. Это первое, что помогает человеку понять, что с ним случается, что он испытывает. И второе, что очень важно, дать человеку структуру, потому что теряется. И вот две эти вещи. Поддержка эмоциональная, иногда физическая помощь, иногда денежная помощь. Помощь очень разная. И дать структуру. То есть как я могу жить дальше, несмотря на то, как я буду жить через два года или через пять лет, но как я могу прожить этот день, этот час. И это, наверное, мы вообще все теперь проходим вот такую кризисную ситуацию, когда мы не знаем, что будет через месяц. Но это более расплывчатое. Но когда человек получает такой ужасный диагноз, или вот ему говорят, что исчерпаны все возможности, то это на него бросается, ну как камень, как лавина, как цунами. И тогда очень-очень важно видеть хоть какую-то структуру, хоть на сегодняшний день, хоть на эту неделю, хоть на этот час. То есть по отрезкам по каким-то, да? Да, да. Что я могу делать на этот день для себя лично? Ну и это обычно тогда такие очень простые вещи. встать с утра, поесть, позаниматься, кому-то позвонить, какую-то встречу договориться, хотя бы по скайпу, все равно, да? Опять покушать, что я могу сделать для себя. То есть такие очень-очень маленькие отрезки. В этом смысле вот наша героиня, у нее в окружении очень хорошие оказались друзья. Вот ее подруги, которые живут в Израиле, в Тель-Авиве, они промониторили клиники и нашли вариант. И это просто чудо, что именно сейчас можно попасть в эту экспериментальную исследовательскую программу, потому что врачи изучили ее медицинские документы и сказали, что они готовы. Включить ее в эту программу. В этом смысле очень хорошо. Диана, ну вот у нас в программе мы всегда сталкиваемся с тем, что вот мамы больных детей или взрослые, попавшие в беду, очень стесняются обращаться за помощью. Вот как убедить человека, что просить помощи не стыдно? Вот какие аргументы должны быть? Да, обычно, когда мы были маленькими, нас учили, справиться нужно самим, это не нужно, не износи горе из избы, да, и тому подобное. И что просить помощь, это стыдно, это плохо, это значит, что ты не справляешься сам со своей жизнью. Но я часто говорю людям, просить о помощи, это не знак беспомощности, а это знак ответственности. Я хочу жить лучше, и я стараюсь просить о помощи в тех ситуациях, когда я сам не могу. Ну, например, когда у нас ломается машина, мы же не пытаемся ее справлять сами, или зубы, да, не лечим сами. И когда у человека случается беда, остальные не знают, что у него беда. Если он об этом не говорит, он не может получить эту помощь. То есть, когда мы даем знать, у меня плохо, кто-то может отозваться и помочь. Притом мы друг другу помогаем так часто. Мы каждый иногда помогаем кому-то, и притом это очень приятно, помогать. И я обычно вот говорю, особенно если у людей дети или семья, то эта ответственность перед детьми или перед семьей, или перед друзьями, и перед самим собой, я прошу, я говорю, мне трудно, помогите, пожалуйста. И вот подруги отозвались, и я думаю, ну как это прекрасно, что подруги сразу отреагировали и нашли эту программу, и это прекрасно, что есть ещё шанс. Если она бы не попросила, то... Да, можно опустить руки, и всё, да. Мы напоминаем, что наш телефон помощи, телефон зелёной лампы 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звонок, работает всю неделю, круглосуточно, в помощь Эльвире Эрлесской, чтобы была возможность оплатить ей участие в этой лечебной, медицинской, экспериментальной программе в израильской клинике. А счёт помощи открыт в благотворительном фонде Be Open, и его можно найти на сайте на нашем mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа», на Фейсбуке, на страничке «Зелёная лампа». Вообще в интернете сейчас много этой информации. Она впервые открыла вот эту свою тайну, ей было очень тяжело. у неё мама пожила, и дочка, и двое внуков есть, маленькие совсем внуки. И, конечно, это испытание, слышать вот это всё. Но мы надеемся, что всё это принесёт пользу, и человек получит реальный шанс. А вот то, что вы сказали про помощь, ну действительно, мы за пять лет существования «Зелёной лампы» сами видели много раз, когда помогаем человеку, допустим, маме какого-то ребёнка, и помощь получает она, и результаты хорошие мы отслеживаем всегда. И потом она звонит нам и говорит, вы знаете, я подумала, я тоже хочу помогать, я тоже хочу что-то делать. И вот это идёт как цепная реакция. Да, мы каждый когда-нибудь получали какую-то помощь. Иногда люди говорят, мне никогда никто не помогал. Это неправда. Мы получаем даже маленькую помощь. Ну, например, вот вы назвали номер телефона, я записала, я позвоню. Это маленькая помощь, но мы можем её дать. И вот это крутится, вертится, мы друг другу просто даём нормальные человеческие вещи. Диана, вот в одном из недавних интервью ваша цитата такая. Это очень правильная форма. Получаю, отдаю. Иногда мы и не знаем, каким образом наше доброе дело к нам вернётся. В вашей жизни были какие-то ситуации, вот как иллюстрация, когда доброе дело возвращалось? Да, при том, очень, очень, очень. Один раз я выиграла шоу. Это было давно, в 2003 году, и, ну, я понимаю, что я этот шоу выиграла, потому что я там хорошо выступала, я там хорошо справлялась. Но в конце, когда было это голосование, я как будто, я говорила семье, знаете, наверное, это как я, как это лаз меня, как это роль. Да, да. Дала столько позитива людям, и они со своими звонками просто отдали мне это обратно. или у нас был одна, когда у меня родился пятый ребенок, мы жили в двухкомнатной квартире, да, очень было тесно, и у нас были друзья, которые сказали, вы знаете, мы готовы купить, купить квартиру, вам не нужно будет платить за этот, Ира, аренду, просто платить коммунальные денежки. И мы так попали в чуточку лучших обстоятельствах. И теперь я откупила эту квартиру, она моя, но эти люди для меня сделали такое добро, что я... На тот момент, да. Да, да. Но эти такие огромнейшие дела, и они круто изменили мою жизнь, но я знаю, что мы для друг друга, вот я получаю, я на самом деле часто спрашиваю, что я дала от себя просто обществу, потому что я часть общества, что я даю для других людей. Я не должна отдать последнее, да, это не то, но у нас всегда есть что-то лишнее, лишняя улыбка, лишнее евро, лишнее слово хорошее, просто лишнее обнятие, ну да, вот сейчас уже обнятие не так легко дать, но лишнее, маленькое хорошее дело. Диана, вот вы так вскользь сказали про шоу, мы для радиослушателей уточним, что в 2003 году Диана участвовала в первом латвийском реалити-шоу под названием «Экспедиция», и она соревновалась с такими звездами, были ее соперники, как Резия Калния, Мартин Швилсонс, Роланд Загорский, с Дацией Рукшиной, и стала победителем, абсолютным триумфатором стала Диана, скажите, зачем вообще вам это нужно было, и что вам дал этот опыт? Я помню, когда ко мне пришли режиссер А.С. Траздиня и Граверис, они пришли просто меня позвать в этот шоу, и они думали, что я откажу, потому что ну пятеро детей, я решила, что я хочу испытывать свои возможности, это было, во-первых, могу ли я это, смогу ли? Как началось шоу? Нужно было идти от границы Литвы, Латвии, вокруг, вдоль моря, побережье, до Булдуры, и это было за месяц, должно было пройти, ну участники должны были пройти это путешествие, и были разные игры, соревнования, соперничества, и я хотела понять, могу ли я это, при том, без контакта с семьей, да, таких скупых обстоятельств жизни, и второе, что я очень хотела, я хотела это путешествие, потому что я знала, что как сделать так, чтобы вот я могла бы идти вдоль моря целый месяц, да, и, во-первых, когда я начала там, вот, начался это все, этот шоу, я думала, что меня выголосует очень быстро, но когда я поняла, что я все могу, я могу и это, и это, и физические занятия, и умственные, тогда я поняла, как много для меня дали эти пятеро детей, что я просто должна, ну, выносливость такую, да, да, выносливость, и, ну, да, обыкновенная мама, и мама справляется обычно со всем. Да, 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 это точно. А еще вот недавно вы сказали такую замечательную фразу, прям философскую, событие многогранное, и даже в трагедиях можно найти маленькую историю счастья. Вот если брать нашу Эльвиру, да, то есть, в принципе, вот сейчас вот разразилась с ней такая беда, но она радуется внукам, у нее недавно родился маленький малыш, внук, у нее мама, она говорит, маме весной будет 80, и мама, кстати, мама, ну, она не сидит в интернете, нет социальных сетей, и мама не знает, и чтобы не расстраивать маму, вот они, дочка и внучка, не рассказывают ей об этом тяжелом диагнозе, и вот маленькая история счастья, вот у вас есть какие-то такие примеры, или личные, или, может быть, из ваших пациентов? Да, у меня есть совсем свежая история, о чем я еще плачу. Год тому назад у нас была собака, 2 ноября ей использовала, исполнилось годик, а 6 ноября ее сбила автомобиль, и она умерла, и это ужасное горе, для нас ужасное, и это ужасная потеря, это, ну, даже я не могу сказать, какая для нас это была потеря, но в этом я вижу, у нас была эта собака, сколько счастья она дала для нас, что она научила для нас, сколько любви мы получили от нее, и как я благодарна за этот опыт, и у нас будет следующая собака, то есть она учила нас, как любовь может быть, сколько концентрированная, и иногда мы теряем, мы всегда теряем тех, кого любим, но это не значит, что нужно перестать любить, перестать жить, перестать стараться, да, и мне кажется, вот Эльвира, такой прекрасный пример, что она живет на самом деле, ну, смерть там где-то очень-очень близко смотрит на нее, но она продолжает жить и радоваться, и карабкаться, да, и вот этот оптимизм, это надежда, это что-то очень-очень важное, сохранить надежду. Спасибо, действительно важные слова, ну, вот мы говорили про шоу, и, кстати, получается так, что вот наша героиня, Эльвира, она известная тема, она продюсер, как она говорит, не люблю это слово, я импересарю, она очень много лет занималась постановкой всяких шоу, она в шоу-бизнесе работала, она занималась продвижением группы А Европа, и работала с другими музыкантами латвийскими, и возила латвийские танцевальные пары на всякие международные конкурсы. И двое ее подопечных представляли Латвию на Евровидении. Да, это Элизабет Загорска и вот этот проект Pirates of the Sea. Два раза на Евровидении. Тогда еще с Янисом Вайшлей. То есть огромное количество людей знает Эльвиру и помнит много хорошего о ней, и мы просто просим всех откликнуться, чтобы ее сейчас поддержать. 930-6384 евро 42 цента за звоночек, вот это звонок телефона помощи зеленой лампы. Так, Диана, ну вот у вас пятеро детей, да, у вас есть какие-то личные, ну мы понимаем, даже трудно сказать, насколько это сложно, да, вот пятерых детей вырастить, какие-то личные педагогические принципы, которые вы вот так пронесли через это время. И которые, может быть, актуальны вот сейчас, потому что в нашем меняющемся этом компьютерном мире, может быть, что-то высвечивается более ярко, что важно дать детям. Я думаю, это я получила, я думаю, от родителей, и я даю это дальше. Не бояться быть самим собой, то есть развить личность каждого ребенка, не подстраивать их всех под один стандарт, но найти для каждого ребенка то, что именно его талант, и дать ему эту веру, что он прекрасен, хороший, обыкновенный хороший человек, именно такой, какой он есть. Это мне кажется очень важно, очень важно, что я, я думаю, я научила детям принимать очень-очень разных людей, не оценивать людей, не осуждать, но принимать и попытаться как раз понять эту разновидность нашу человеческую. мне кажется, что я очень много пыталась учить думать, как в этом фильме «Новогодняя ночь», думать хоть самую малость, думать и чувствовать и делать, то есть не только чувствовать, не только быть интеллектуально развитым и не только делать, но чтобы они и могли чувствовать, были эмоциональными и думали и делали. Конечно, любовь. Я им много говорю, что я люблю, и я им ещё одна маленькая вещь, мне кажется, это важно. Иногда я говорю «Простите, извините за то, что я, например, или ошиблась, или натворила». «Признать ошибки». Я не знаю свои ошибки и мне кажется, они видят меня как нормального человека, который тоже иногда плачет, иногда чего-то достигает, иногда что-то не знает. Я не пытаюсь играть в какую-то супермаму, я не супермама, я обыкновенная мама. Плачу в подушку. Ну, мне кажется, да, быть естественным, это, наверное, самое главное. Хорошо. А вторая сторона этого вопроса. Мы говорим, что не только мы детей воспитываем, но и они нас воспитывают. Что вы получили от своих детей таких разных? Ой, одна маленькая вещь, которая мне пришла в голову. Я темпераментная, эмоциональная. Иногда, когда я что мне-то не нравится, я могу и наорать, да, иногда я поднимаю голос. И младшая дочка, она меня научила так, мы договорились, что когда я поднимаю, подниму голос, она скажет стоп. И это так работало, я чувствую, как я взвинчиваюсь, она говорит стоп, мама, и всё. Волшебное слово. Да, да, это я очень учусь от своих детей о себе, потому что когда я вижу, например, мой сын очень такой, очень правильный, да, я, в принципе, очень правильная с одной стороны, я очень следую разным законам, да, и я смотрю, о, он похож на меня, а как это выглядит со стороны? Иногда, может быть, следует и уйти от законов, да, то есть и мои хорошие качества, я вижу как в зеркало, что иногда они прекрасны, а иногда может быть, они как-то влияют на меня или на других не так уж хорошо, да. Диана, вот вы как специалист по кризисным ситуациям, для наших радиослушателей давайте что-то вы посоветуете, вот как вообще нам сейчас мы все оказались в кризисной ситуации, все в растерянности, мы не знаем, что будет завтра и послезавтра, да, вот нам обещают ужесточить меры, не знаем, как реагировать, вот с точки зрения психологии, вот как скоординировать свои какие-то мысли, реакции нам нужно? Наверное, самое первое, нужно принять, что жизнь теперь такая, то есть есть, как есть, да, и мы не знаем, как долго это будет, то есть я живу, не зная, как будет, но есть, как есть, то есть не пытаться менять это, ну, я не знаю, правильно ли сказать, плыть по течению, но принять то, что мы не знаем, как будет завтра, это во-первых, во-вторых, знать, что это не будет навек, это пройдет, это пройдет, как ноябрь проходит в Латвии, это пройдет, это пройдет, как разные кризисы уже прошли, но мы не знаем, когда именно это закончится, но это обязательно закончится, я думаю, еще, ну, иногда, когда мы теперь очень уже в стрессе, и стресс, это ответная реакция на вот эту, потерю контроля, на то, что у нас нету прогноза, когда это кончится, как это кончится, что это нормально осознать, да, я легче взвинчиваюсь, чем раньше, но это не потому, что кто-то что-то сделал плохо, просто я более чувствительна, и как я могу свою эту чувствительность не отдать другим людям, то есть, как я могу не накричать, ну, быть вежливым хотя бы, и я для себя говорю, я себя говорю часто, а что же мне отняли, у нас нет войны, слава Богу, мы, у нас есть полные магазины, слава Богу, у нас просто не, мы не можем встретиться на, например, рождественский вечер, это самая малость, это самая малость, это наши жертвы, да, они не жертвы, они, мы жертвуем тем, своим такими, ну, люксусом, я бы сказала, у нас не отнимает жизненно важные вещи, это, во-первых, и я очень думаю, например, о всех этих иробжоем, которые у нас сейчас есть, ограничения, ограничения, да, что это не потому, чтобы я лично жила лучше, я их принимаю, это для того, чтобы кто-то другой не умер, не заболел, я так думаю о других людях, это не потому, что вот для меня все было хорошо, это чтобы для нас всех было хорошо, и когда известный персонаж сказал, а что, никакого ковида нет и умирают вообще только старики, то я думаю, мы должны думать о своих мамах, бабушках, дедушках, о своих старых, очень-очень для нас дорогих людей, мы должны думать о тех, которых мы и не знаем, но они также важны, как и молодежь, которая, конечно, перебаливает эту болезнь легче, да, я, наверное, очень смотрю, вот тут я смотрю очень как-то эмоционально, да, это ответственность друг к другу, перед друг другом, не смотреть эгоистически, что мне даст, маска или еще что-то. Диана, скажите, а сейчас вот в это трудное время больше у вас стало людей, которые обращаются за помощь, и с чем они приходят? Знаете, нет, это не меняется, да, люди приходят, как все время кто-то уходит, кто-то заканчивает свой терапевтический процесс и уходит счастливым, кто-то приходит, и, в принципе, я не могу сказать, что изменились, сильно изменились проблемы, с которыми люди приходят, это также проблемы отношений, также, конечно, вот тревожность или депрессии, или какие-то проблемы на работе, то есть обыкновенные людские проблемы, и очень много, да, проблем с детьми, конечно, то, что, может быть, больше проявляется, что все-таки больше люди боятся за работу, конечно, будет ли, как будет, но так, нет, жизни течет своим течением. Диана, накануне Рождества вот люди все-таки всегда начинают надеяться на лучшее, загадывать какие-то желания, верить в чудеса. У вас есть какие-то ваши рождественские личные или семейные традиции? Вау, да, у нас Рождество это самый-самый важный праздник годом. И это, наверное, с моего детства, когда были советские времена, но мы всегда отмечали Рождество. Это было, я даже не знала, что это или запрещено, или как это просто было у нас в семье. и подарки, и музыка, и все это. И я эту традицию передала своим детям. У нас много разных прекрасных подарков обычно. Были годы, когда мы жили очень-очень с малыми денежками, и я подарки готовила руками, вязала, пекла, ну все, то есть готовилась к этому празднику. Теперь, конечно, когда уже живем лучше, то подарочки покупаем, но все-таки готовиться к Рождеству и собраться вместе. И в этот раз мы как раз решили, что хотя бы мы очень, ну мы очень хотели собраться вместе, но этот будет, этот праздник будет по-другому, и это не значит, что хуже. Будем каждый у себя дома и встретимся как-нибудь потом. И подарки тоже можно или привезти и оставить в дверей, как настоящий Дед Мороз это делает, да, или просто отдать когда-нибудь в другое время. Я даже сказала такую идею, а кстати, может быть, на Лигу, может быть, мы сможем отметить Рождество, а почему бы и нет? Потому что Рождество это в сердце, это внутренний праздник, внешне отметить его можно когда угодно. Диана, а сколько, исходя из того, что у вас пятеро детей, сколько человек включает вот эта ваша большая семья, которая обычно должна собраться около ёлки? Ой, так, вы знаете, прекрасный вопрос, Ольга, я же не считала, то есть пятеро детей, у троих уже вторые половинки, и у троих уже у каждого почти подвое детей, потому что у средней дочки второй ребёночек будет летом, и младшие дети, которые ещё один с парой, другой без пары, и ещё моя мама, которая уже 85 лет исполнилась осенью, в принципе много собирается. Вся эта большая семья в этом году не встретится, но вы не видите в этом трагедии? Как трагедия, как нам учили в театральном факультете, трагедия это когда кто-то умирает, а остальное драма, а часто драма превращается в комедию, когда мы эту драму, ну, когда мы об этой воспоминаем, то есть я бы не хотела драматизировать, пока все живы, здоровы в семье, всё прекрасно, что мне, о чём я думаю, я на самом деле думаю о врачах, которые перегружены, я думаю о тех людях, которые работают на благо нас остальных, продавцов, шофера троллейбуса или трамваи, то есть все те люди, которые, они не могут работать отдалённо от дома, то есть они как такие руки и ши, в домике, да, они тихо делают своё дело, и мне, я об этих людях очень думаю, как им сохранить свой ресурс и быть сильными и оптимистическими, но для нас остальных, ну, нет у нас трагедии. А мы приглашаем наших радиослушателей, всех наших друзей подумать также о тех, кто вот сейчас находится в группе риска, да, я имею в виду нашу героиню Эльвиру, и в таком безвыходном положении человек оказался, и в принципе вот эти 20 с хвостиком тысяч долларов для оплаты израильской клиники, это цена сохранения, спасения жизни, вот, и мы приглашаем вас всех сделать звонок 9306384, это Евро 42, перед Рождеством, это просто мы посылаем такое свое рождественское сочувствие человеку, оказавшемуся в беде, и на сайте mixnews.lv, если нас сейчас слышат знакомые, друзья, или те, кого тронет эта история, на сайте mixnews.lv, рубрика «Зеленая лампа», там опубликованы реквизиты, счет открыт в благотворительном фунде «Би Оупен», и деньги пойдут напрямую на оплату счета из израильской клиники, никакие проценты или отчисления с этих денег никуда не идут. И еще хотим сказать, что если вы не можете, все сейчас в очень непростой ситуации, помогают те, кто может и хочет, и если вы не можете как-то помочь материально, просто пошлите свои добрые мысли, какое-то доброе пожелание. Это обязательно тоже доходит до человека какими-то неисповедимыми нам путями. И мы еще хотим поблагодарить всех за итоги прошлой программы. Мы помогали маленькому Бруно Яновскому, 9-летнему, мальчику с аутизмом, собрать средства на годовой курс специальных занятий. Трижды в неделю он будет заниматься. Спасибо вам всем. Собрано 3 343 евро. Мальчик будет весь год заниматься трижды в неделю в центре аутизма. И спасибо от его мамы большое. Вот 9-3-0-6-3-8-4. Это наш телефон помощи, который работает сейчас для Эльвиры Эрлецкой. Евро 42 цента за звонок. Диана Занде у нас сегодня была гостья, и программа подошла уже к концу. Диана, мы вас благодарим. Желаем вам и праздников счастливых, и вообще самых светлых и солнечных дней в эту тёмную пору года. Одна минута осталась. Вы можете тоже что-то нашим радиослушателям ещё сказать. Да, я хотела бы сказать, звоните, пожалуйста. Один звонок это для вас может быть малая доля, но для Эльвири это не только звонок сочувствия, но это звонок и надежды, и жизни, и это очень важно, притянуть руку для человека, которому мы можем дать жизнь. И спасибо, что пригласили меня сюда, было так приятно, и спасибо всем слушателям, и вам всяческих благ, и чтобы нам было, следующий год, чтобы нам был всем счастливым, и богатым, и приятным, и, ну, самого-самого-самого нам всем хорошего, и спасибо, и до свидания. Спасибо, пусть так и будет. Всего доброго, до следующего вторника. Субтитры создавал DimaTorzok